Ростовский драмтеатр Ростовский драмтеатр Ростовский драмтеатр Ростовский драмтеатр Ростовский драмтеатр Рождества Ростовский драмтеатр 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 можно путешествовать в Рождество и чувствовать себя, как на балу, почти полтора столетия назад. 110 лет назад Ростов-Нахичеванское общество изящных искусств открыло первую в городе художественную выставку и приняло решение о проведении ежегодных весенних выставок. Вспоминая об этом, в музее и зона Пушкинской открыли выставку напоминаний о тех, кто стоял у истоков художественной жизни Дона. Подробности в сюжете Галины Белоусовой. На этой фотографии, сделанной на первой выставке Ростова-Нахичеванского на Дону общество изящных искусств, не все участники. В музее уточняют, их было 47. Арцик Банян, здесь Гончаров, Агаджанян, Павлов, художник, который действительно приехал и в 1909 году, после окончания Академии художеств, правда, он еще посетил Италию, познакомился с Горьким, писал его портрет. И знаете, в будущем, потом, уже после, они даже переписывались. Ночь под Ивана Купалу – это работа Якова Павлова долго была на реставрации. А этот процесс можно сравнить с работой врача. Каждая картина – это пациент, а ее восстановление – индивидуальный метод лечения. Картина праздника Ивана Купала – это известный языческий праздник, его очень любили на Руси. И вот, вероятно, Павлов решил написать такую большую картину, которую показал в 1911 году на первой выставке и подарил, потому что они уже тогда говорили об организации картинной галереи. И вот как бы первая работа в этой картинной галереи была Павлова Якова Михайловича. Мухина Балка в Аксае своим современным названием обязана семье купцов Мухиных, среди которых был художник Анатолий Мухин. Здесь и его прачка, и портрет мецената, присяжного поверенного Владимира Зейлера, одного из учредителей Ростова-Нахичеванского на Дону Общества изящных искусств. Художнику Илье Гринману удавались портреты, ему часто делали заказы. Вот сохранился образ жены Зейлера, а еще мужской портрет и портрет Черновой. И, конечно же, все обращают внимание на портрет Рябина Ильи Ефимовича. Так получилось, что он его видел на выставках, делал небольшие рисунки, наброски, и потом вот сделал этот портрет, который находится сейчас у нас вот в музее. Выставки Ростова-Нахичеванского на Дону Общества изящных искусств организовывались регулярно с 1911 по 1918 годы, и многие работы остались в коллекции нашего музея. Например, тюльпаны и сирень Сарьяна и портрет девочки Ивана Бокатырева. Людвиг Ван Бетховен написал девять симфоний, десятую не успел, остались только наброски. Но сочинение удалось реконструировать, и Ростовский симфонический оркестр исполнил эту музыку в программе «Бетховен. Взгляд за горизонт». Барри Купер, блестящий музыковед, много лет изучал не только черновики Бетховена, но и его композиторский метод. Он уверяет, что сам не сочинил ни одной темы, а обнаруженного им материала. Было вполне достаточно, чтобы, применив бетховенскую методику, собрать первую часть. Действительно, мы сегодня играем лишь, по сути, первую часть, законченную Барри Купером. Но, как он говорит, что, в принципе, три пятых этого сочинения и весь тематический материал был сочинен Бетховеном. Мне кажется, и я даже сказал бы, что я убежден, что в этой музыке очень слышна рукогения, и его ухо, его изобретательность, и его поступь, если хотите. У Бетховена только один скрипичный концерт. И тот, после не слишком успешной премьеры, композитор переложил для фортепиано. А скрипичный при жизни автора не исполнялся. Ну, для меня, как для исполнителя, здесь всегда какие-то задачи особенные, потому что я, с одной стороны, должен мимикрировать под скрипку, с другой стороны, должен оставаться пианистом. Но, так или иначе, это очень интересно для всех, в общем. И для оркестра тоже довольно странно. Скрипачи сидят, удивляются. Автором этот концерт никогда не нумеровался, как фортепианный. Бетховен всегда помнил, что он для скрипки. Спустя время сочинение вернулось в репертуар ведущих скрипачей мира, а фортепианную версию сильно подзабыли, ведь все знали, что это некий компромисс. И все-таки эта музыка вновь звучит под пальцами пианиста, потому что она совершенна, и в ней сразу слышен, знаменитый бетховенский высокий стиль. Хочу сказать, что, несмотря на всю необычность этого перевожения, иногда очень остро чувствуется, что на фоне оркестровой партии должна быть все-таки скрипка, а не фортепиано. Я считаю, что слушатели, ознакомливаясь с этим произведением, получили не только удовольствие от самой бетховенской музыки, сколько вот такой интересной интерпретации. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нас на сайте 1Rostov.tv, чтобы не пропустить самые интересные сюжеты о культурной жизни города. С вами была Юлия Сурикова. До встречи!